На сайте Верховного Суда опубликована мотивировочная часть судебного заседания 13 сентября текущего года. Напомним, сысковым заявлением выступила региональная прокуратура. Надзорный орган частично оспорил территориальную схему обращения с отходами, утвержденную приказом департамента ЖКХ. В частности, прокуратура не согласна с нормой, в которой сообщалось об объеме твердых коммунальных отходов, производимых на территории региона в течение календарного года. Цифра завышена и не соответствует действительности. Верховный суд представление поддержал. И вот какое пояснение последовало. Масса твердых коммунальных отходов не может определяться из расчетных величин. По мнению суда, объем должен определяться, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, которые утверждают органы исполнительной власти субъекта. На момент утверждения схемы сами нормативы утверждены не были. Это сделали чуть позже. В правительстве региона ошибку обещают исправить. На работе рекоператора это никак не отразится. В настоящий момент мы изучаем детально само решение, всю мотивировочную часть. И в кратчайшее время будем готовить внесение изменений в территориальную схему, в части уточнения третьего раздела, исходя из утвержденного норматива. Но, с учетом того, что наш норматив, утвержденный, соответствует тем расчетным величинам, которые были нами применены осенью 2016 года, мы уверены, что объемы нам удастся сохранить те же самые, и тариф не изменится. Продолжение следует...